Щёлково-Аграхим – второй по мощности российский производитель химических средств защиты растений. Его продукция обрабатывается каждый пятый гектар сельхозугодий в нашей стране. Основная производственная база компании расположена в Щёлкове. На системообразующее предприятие с рабочим визитом приехал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, чтобы обсудить с руководством развитие отрасли химических средств защиты растений. Гостью продемонстрировали возможности предприятия. Щёлково-Аграхим вкладывает значительные средства как в разработку собственных химпрепаратов, так и непосредственно в производство. Завод оснащён современным оборудованием и системами автоматизации процессов. Вся информация о продукции заносится в QR-код на упаковке. Это одно из требований по защите от подделок. Что зашивается в QR-коде? В QR-коде зашивает очень много информации. Огромное количество информации. На Щёлково-Аграхиме давно оперируют нановеличинами, выпуская химпрепараты с дисперсностью меньше микрона. Для сельского хозяйства это означает меньше расход химических средств защиты растений и экологичность. В производстве широко применяют бинарную упаковку, когда в одной таре находится несколько действующих веществ, которые для лучшего эффекта нужно смешивать непосредственно перед химобработкой распылителем. Автоматизация на всех этапах. В данный момент мы наблюдаем, как роботы упаковывают уже готовый химический препарат. Таких линий на заводе шесть. Каждый производит до 6000 литров в час. Отечественное сельское хозяйство показывает стабильный рост производства и экспорта продукции. Растёт спрос и на средства защиты растений. По мнению Михаила Иванова, в ближайшие несколько лет Россия может выйти в топ-5 по объёму этого рынка. Потребность в этой продукции, которая защищает растения от насекомых, от болезней, от сорняков, она растёт достаточно быстрыми темпами. Если в 2010 году объём рынка химических средств защиты растений в Российской Федерации составлял 50 тысяч тонн, то в 2019 году мы уже превысили планку в 151 тысячу тонн. То есть за 10 лет рост практически в три раза. Михаил Иванов и Исалис Каракотов осмотрели стройплощадку под расширение третьего производственного цеха. Для Щёлкова Аграхима это дополнительные мощности. Четыре робота будут здесь стоять, которые обойдутся только где-то. Фасовка, упаковка, да? Да, розлив, этикетировка, упаковка и вот эти всякие паркодирования и так далее. Вот обязательно посмотрите на программу в Фонде развития промышленности, которая называется «Цифровизация». Аграхим занимает порядка 16% российского рынка. В ассортименте 140 наименований гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, протравителей семян. Вся продукция перед отправкой потребителям находится во вместительном складе. Это и другие производственные помещения на предприятии отвечают жёстким требованиям безопасности Ростехнадзора. Мы посмотрели цеха, где производятся различные виды химических средств защиты растений. И мы видим, что компания использует современные подходы к организации производства. Мы видели и роботов, и системы управления, которые позволяют автоматизировать наиболее типовые операции, в частности, связанные с упаковкой продукции, её маркировкой, что, безусловно, позволяет и, во-первых, экономить средства, экономить время, а также увеличивать объёмы производства. По прошлому году компания вышла на объём 25 тысяч тонн в год и продолжает производственную программу по увеличению объёмов выпуска этой продукции. В ходе рабочего визита Михаил Иванов, Салис Каракотов, представители Российского Союза производителей химических средств защиты растений обсудили механизмы государственной поддержки отрасли. Речь идёт об общесистемных мерах, которые государство предлагает по различным отраслям промышленности. Поддержка научно-исследовательских и конструкторских работ, различные программы льготного лизинга. Другая действенная защитная мера – введение антидемпинговых пошлин. В 2018 году на пространстве Евразийского экономического союза была введена защитная мера в виде антидемпинговой пошлины. Была она введена по результатам проведения соответствующего антидемпингового расследования. Кроме того, для поддержки производителей химических средств защиты растений мы точечно обнуляем ввозную пошлину на некоторые виды действующих веществ. Это значительным образом улучшает экономику российских производителей и позволяет повышать конкурентоспособность с точки зрения цены выпускаемой продукции. Как отметил Михаил Иванов, из-за пандемии некоторые зарубежные производители уменьшили объём выпуска средств защиты растений, изменили логистические маршруты. У российских химиков появилась возможность заместить эти сегменты рынком. И, как показывает Щёлкова Агрохим, потенциал для удовлетворения спроса у российских компаний есть. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.